всем привет оружие могут забрать у всех недавно под одним из своих видео я получил вопрос в комментарии о действии закона об оружии при введении чрезвычайной ситуации и последующей эвакуации вопрос мне показался интересным поэтому я решил снять на данную тему видео но к сожалению данное видео я снимаю не по плану и немножко на расширенную тему а именно изъятие оружия у населения в режиме чес и военном положении значит я хочу сказать то что сейчас происходит это очень грустно и больше всего я не понимаю восторженные комментарии к видео и сами видео о том как в ночи работают системы залпового огня для справки реактивные системы залпового огня это комплекс ракетного вооружения состоящий из многозарядных пусковых установок и реактивных снарядов не управляемых ракет или реактивных глубинных бомб задумайтесь не управляемых ракет не управляемых то есть эта болванка снаряженная взрывчатым веществом реактивная болванка снаряженная взрывчатым веществом и эта болванка летит от брата в брата а может прилететь в детский сад роддом школу это очень грустно и мне вот интересно напишите свое мнение в комментарии как думаете а если так многих людей восхищают подобные видео может наша цивилизация себя изжила на теперь перейдем к теме данного ролика федеральный закон номер 150 фз об оружии не дает нам четкого ответа по поводу изъятия оружия во время чес или военного положения но статье 27 данного закона об изъятии оружия и боеприпасов к нему говорится что изъятие оружия и боеприпасы к нему производится в следующих случаях и нас интересует под пункт 4 который гласит в других случаях предусмотренных законодательством российской федерации и так какие это случаи первый интересующий на случай предусматривается федеральным конституционным законом о чрезвычайном положении от 30 05 2001 года под номером 3 дефис фкз где в статье 3 дается два варианта введения чрезвычайного положения пункт а попытки насильственные изменения конституционного строя российской федерации захвата или присвоение власти вооруженный мятеж массовые беспорядки террористические акты блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей межнациональные межконфессиональные и региональные конфликты сопровождающиеся насильственными действиями создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления и пункт б чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера чрезвычайные экологические ситуации в том числе эпидемии и эпизиотии возникшие в результате аварий опасных природных явлений катастроф стихийных и иных бедствий повлекшие или могущие повлечь человеческие жертвы нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных работ далее в статье 12 данного закона о мерах и временных ограничениях применяемых в условиях чрезвычайного положения введенного при наличии обстоятельств указанных в пункте а статьи 3 который мы только что разобрали мы узнаем что одна из мер а точнее пункт д предусматривает изъятие оружия у населения и звучит так в исключительных случаях допускается временное изъятие у граждан оружие и боеприпасов к нему как видно так как ковид попадал в пункт б 3 статьи данного закона изъять оружие из-за него без принятия других дополнительных законов и постановлений было невозможно так как изъятие предусмотрено только для пункта то есть мятежей свержения конституционного строя и так далее и тому подобное а теперь и ситуации которая побудила снять это видео вне очереди она предусмотрена федеральным конституционным законом номер 1 дефис фкз от 30 января 2002 года о военном положении и статье 3 основание для ведения военного положения написано что в соответствии со статьей 87 часть 2 конституции российской федерации основанием для ведения президентом российской федерации военного положения на всей территории российской федерации или в отдельных ее субъектах является агрессия против российской федерации или непосредственная угроза агрессии дальше можно данный пункт уже не читать так как уже и тут условия достаточно соблюдены далее нас интересует статья 7 данного закона а именно меры применяемые на территории российской федерации при ведении военного положения а точнее пункт 2 который гласит на основании указов президента российской федерации на территории на которой введено военное положение применяются следующие меры и под пункт 13 почти копирует соответствующий пункт из приказа о чрезвычайных ситуациях за исключением того что он гласит что у граждан российской федерации производится изъятие оружия и боеприпасов слово временное там уже не стоит как я уже говорил выше оружие из-за самоизоляции от к вида изъять без дополнительных постановлений и приказов не представлялось возможным но в данной сложившейся ситуации как я уже и говорил оружие могут изъять у всех спасибо всем за внимание всем мира и пока